Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир, нет войне! Значит, те, кого не интересует ППР, предварительные ласки и политинформация, могут смело передвинуть бегунок своего телефона или мышкой клацнуть и передвинуть бегунок проигрывателя YouTube на компьютере минут на 5-7. Ну, вы просто увидите, там, где я начну размахивать руками с ножом, значит, уже вся, как говорится, движуха началась. Вот, я же, в свою очередь, в начале своего ролика воспользуюсь тем, что я этим неоднократно пользовался и не собираюсь прекращать это дело. Воспользуюсь тем, что худо-бедно меня смотрит, сколько-то там человек, там, предположим, в данном случае посмотрит 500 там человек этот ролик или 700, неважно. И в каком-то смысле это моя трибуна. Так вот, я хочу ответить одному своему подписчику на его комментарий. Значит, подписчика зовут Дмитрий Антонов. Дима постоянно пытается меня как-то типа троллить на тему, там, войны в Украине и прочее. Но именно с учетом того, что он пока что не перешел на личности, не начал хамить, я его не баню. Как бы продолжаем общаться. Так, читаю комментарий. «Миру мир нет войне. Рад, что у тебя замечательный нож на обзоре. Если бы в Киеве произошел теракт, ты бы уже орал, какое горе и во всем виновата Россия. В Москве убили людей, много раненых, а у тебя событие. Нож пришел на обзор». Значит, комментарий этот под обзором вот этого ножа, это у нас ни это мини не смог. И что в ответ сказать? В ответ я хочу сказать так. Дима, во-первых, я снимаю свои ролики, особенно обзоры. Бывает даже за две, бывает даже за три недели до публикации. А бывает за несколько часов до публикации. Все по ситуации. То есть этот ролик был снят заранее. Как раз таки в тот момент, когда происходил этот ужасный теракт в Москве. И на следующий день, когда ловили, собственно говоря, там задержали подозреваемых. Я в это время был в отъезде и буквально вечером там на ходу, на бегу, через телефон узнавал как-то о событиях. Так вот, Дмитрий, в отличие от тебя и субъектов федерации, которые лайкнули в твой комментарий, как раз таки для меня нет принципиальной разницы между жертвами терроризма, которые погибли в Москве и которые гибнут на территории Украины. И в том, и в другом случае это гражданские, которые не виноваты в том, что они оказались не в том месте, не в то время. И то есть вот как раз таки, возможно, ты и люди, которые лайкнули твой комментарий для вас, если люди пришли на концерт и погибли там от рук террористов, то это жертвы, и они заслуживают участия, заслуживают какого-то именно сочувствия. А если просто-напросто в спальном доме целый вот этот вот подъездный пролет рушится вниз на семью с маленькими детьми, и все погибают, это просто сопутствующий ущерб освобождения от нацизма, правильно? Вот. Так вот, я могу сказать, что я искренне соболезную родным и близким всех людей, которые погибли в Москве. Это на самом деле ужасно. Эти события и любые другие события, которые происходят в последнее время, у нас реально планета просто взбесилась, и люди, ну, вообще, они показывают, что неважно вообще сколько веков было цивилизации, люди превращаются в животных буквально мгновенно. Вот. И точно так же для меня нет принципиальной разницы между мразью, которая заскочила, зашла в концертный комплекс и начала расстреливать безоружных людей из автоматического оружия, и между мразью, которая бросает бомбу на драматический театр, перед входом в который крупными буквами написаны дети. Для меня нет разницы между мразью, которая там где-то, предположим, при нападении на Израиль, там отрубает гражданскому голову, и мразью, которая делает выстрел там своей ракетой или снарядом и рушит до основания жилой дом, в котором в данный момент находятся гражданские люди. Вот. Плюс, честно говоря, именно я, опять же, здесь не буду врать, на самом деле у меня все равно, я близко очень воспринимаю такие вещи, потому что и в том, и в другом случае, и в Москве, и где-то в Киеве, в Мариуполе, по всей территории Украины эти люди разговаривают со мной на одном языке. То есть это не просто какое-то, грубо говоря, глобальное теоретическое насилие, которое творится где-то на другом конце земного шара, и я просто могу развести руками и сказать, что мир несовершенен. Нет. В данном случае люди погибают даже те, с которыми я мог бы быть знаком, или с которыми я мог бы быть знаком через второе рукопожатие, скажем так. Вот. И на самом деле в этой истории есть какие-то вещи, которые очень сильно привлекают внимание человека, не специалиста, сидящего просто на диване. Например, как вообще могло случиться так, что в стране, которая уже два года ведет полномасштабную войну, действительно, это оказалось возможным, что группа вооруженных людей, группа людей, вооруженных автоматическим стрелковым оружием, ворвалась в концертный зал, устроила вот эту вот всю перестрелку, и еще и умудрилась после этого скрыться. То есть я, опять же, понимаю все обстоятельства происходящего вокруг нас, я понимаю, что ни один ФСБшник не будет, скажем так, за это наказан, а наоборот, кого-нибудь наградят за успешно проведенную операцию, там, и прочее, и прочее. При этом... Сейчас, секунду. А все почему? Все очень просто. Потому что спецслужбы — это опора диктатуры. И какие бы у них сильные проебы не были в работе, их никто трогать не будет. Потому что, ну, все все понимают, правильно? Вот. Я не помню сейчас, и не буду гуглить, я не помню сейчас из головы точно, очень много троллили Джорджа Буша за его вот эту вот паузу, за его вот эту вот заминку. То есть после атаки на башни-близнецы, через сколько часов он сделал первое заявление, но Владимир Путин, президент твоей, Дмитрий, страны, которого недавно избрали по всем северокорейским и прочим лекалам, ну, хотя, опять же, все все понимают, выборами это не назовешь. Это было просто типа голосования. Так вот, он вышел с обращением через 19 часов после случившегося, через 19 часов. И я не был ни секунды удивлен в том, что сразу же прозвучало вот это вот типа «ищем украинский след». И там очень многие вот эти вот «Зет-каналы», вся вот эта вот «Зет-общественность», «Центральное телевидение» и прочее, они подхватили вот эту вот пургу «Давайте искать украинский след» в данном теракте. И вот как раз-таки, если украинский след найдется, то тогда все бьется четко. «Почему удалось захватить? Почему так много жертв? Почему удалось скрыться?» «Опять же, почему вот это вот отрезанное на камеру при задержании ухо?» «Опять же, это сейчас в данном случае уже к жертвам не имеет отношения, но комментарий я свой скажу». Дело в том, что здесь даже вообще дело не в том, наоборот, что можно там чисто по-человечески понять и сказать «Вася, мы тебя понимаем», «пожать руку», «ты молодец» и так далее, так далее. Сотрудник, который отрезает задержанному террористу, у которого уже ласты завернуты назад, ухо, он может быть чисто по жизни, его можно понять и, как говорится, даже поддержать и так далее, но этого сотрудника должны уволить из органов буквально сразу, вот прям сразу, в тот же день, вот прям вот, как только выяснилось, сразу же должны уволить. Не удивлюсь, если его даже наградят и поощрят за это. Почему? Потому что, опять же, я сейчас, сейчас можете не поднимать вой. Дело в том, что это не означает, что… О, летят, летят на север. Это не означает, что мне не жалко заложников, это не означает, что я черствая бездушная тварь и мне совершенно там пофигу на людей. Нет, ни в коем мере. Но если у вас именно правовое государство, даже если это диктатура, но если вы заявляете себя правовым государством, то правовое государство в правовом государстве вину человека признает суд и наказание ему назначает суд. Все остальное – это орда. Это родоплеменные вот эти вот отношения, понимаете? И в этом плане человек, который, да, опять же, есть такой момент, ну, если ты кипишь там праведным гневом и прочее, прочее, на задержание взял, стрельнул там, завалил этого террориста, это в любом случае плохо, это в любом случае непрофессионально, но это, по крайней мере, каким-то образом именно не будет таким циничным вот таким вот актом. В данном случае, если ты не стал, как говорится, при задержании его мочить и устраиваешь на камеру на пытку, которую все там хвалят, расхваливают, ну, это, опять же, показывает уровень права в государстве. Все, здесь больше нечего добавить. И последнее, как говорится, на данную тему моя ремарочка. Прислали мне скриншот с нашего любимого мной и некоторыми моими замечательными товарищами телеграм-канала тактического прапорщика, нашего специалиста по всему, мальчика Мити, который написал, эх, вот бы так всегда была возможность, ясно, понятно, конечно, с намеком именно на Украину, вот бы так всегда была возможность вести вот такие вот действия в любых других ситуациях. Ну, имея в виду, что вот бы была бы возможность всегда отрезать уши задержанным, и тогда бы быстрее, как говорится, было бы больше толку. В данном случае меня это не удивило, и несмотря на всю, действительно, скорбность ситуации, я даже позволил себе ухмыльнуться именно в отношении данного конкретного персонажа. Почему? Потому что Митя, наверное, не понимает, что если конкретно вот в войне между Украиной и Россией российские солдаты начнут резать уши украинским пленным, то то же самое будет происходить в обратную сторону. Но он этого не боится. Почему? Потому что он где-то вот, Крым, ракетная опасность, он где-то там, все фоточки на фоне фюзеляжей самолетов на каких-то базах и прочее, прочее. То есть он уверен, что с ним этого не случится. Поэтому очень многие люди, которые вот подняли вот этот вот, я честно говорю, я здесь дело не в том, что я как-то конкретно по-человечески там осуждаю или не осуждаю этого сотрудника, который там отрезал уху, у него могут быть какие угодно личные причины, но то, что это, как это подается, ну не знаю. В любом случае, действительно, подтверждение того, что мы живем в ужасное время, просто ужасное. То есть действительно, получается, дело даже не в том, что там люди, звери там или прочее, дело в том, что все это бесполезно на самом деле. Вся вот эта вот демократия, все вот эти вот ценности человеческие, гуманитарные какие-то ценности и прочее. Если это происходит раз за разом. Если мне сейчас скажут, что это же типа там исламское государство взяло на себя ответственность и устроило эту бойню и прочее. Ну, я повторюсь, нет принципиальной разницы между человеком, которого научили стрелять из Калаша, и он стреляет в невооруженную толпу, и человеком, которого научили пускать ракеты, там, воздух, земля, и он бомбит мирные города или расстреливает ту же самую гидроэлектростанцию. Принципиальной разницы нет. И в том, и в другом случае это животное, которое поддерживается своим социумом. Так, хорошо. Сейчас я постараюсь пере... То есть, Дмитрий, я надеюсь, что вот конкретно тебе и субъектам, которые лайкнули твой комментарий, я ответил. Потому что как раз-таки прочитал. Вот по времени здесь все в данном случае бьется, потому что прочитал я его вчера вечером, когда вернулся домой. Окей. Ниэто мини Несмук. На самом деле, вот, яркий пример того, насколько можно быть, там, типа, каким-то обзорщиком, у тебя какие-то, там, почти 45 тысяч подписчиков. Херова туча разных всяких тестов. Разных всяких... Каких-то, там, перерезал кучу всяких разных продуктов и прочее, прочее. И ведь я на самом деле знал, но я снимал под какой-то такой, блин, в какой-то такой головной турбуленции этот ролик, что абсолютно правильно мне подсказали зрители. Спасибо вам огромное. Вот за такую обратную связь я очень благодарен, когда какие-то вещи, которые я просто могу там или не знать, или просто перепутать что-то, или еще что-то, меня сразу же исправляют. Дело в чем? Дело в том, что вот эти вот замечательные ножны, я по поводу шейника высказался, что там вылетит, не вылетит, так правильно. Задний вот этот вот клапан, как раз-таки, который превращается в петлю вертикального подвеса, его можно отстегнуть, перебросить и уже намертво закрепить нож в ножнах. Я не знаю, что это было за затмение в голове. Почему? Потому что я реально это знал, понимаете? Мне реально это показали, это вот действительно, мне реально это на выставке показали, как это происходит, как это все работает. Ну, это просто пипец на самом деле. Называется зарапортовался. Так, давайте резанем веревочку и поедем дальше. В общем, как вы видите, без политики, без обсуждения не получается. Ну, сейчас, сейчас просто такие времена. Так, подождите, так. Как же я наматывал-то ее? Так, чтобы было удобно. Раз, два. Так, так. Ага, вот, все. Все. Всякие разные тут приспособления на руках. Рука. Надо просто идти к врачу. Уже пора, потому что если само там не проходит несколько месяцев и становится только хуже, значит, значит, время настало. Так, 10 миллиметров сезалевая веревочка. Опа! Вот это да! Я реально... Вы знаете, вот, кухонный тест, он был очень неоднозначный. То есть, я не могу сказать, что после кухни я ожидал вот такое вот. Потому что, вы видели, это прям, это прям было что-то с чем-то. Это просто было, это было просто офигенно на самом деле. Резанул очень-очень легко. С учетом того, что я уже там напрягся, там, и рукой, как у меня пойдет, там, и прочее, прочее. Шикарно! Посмотрим, что будет дальше. Так, в ближайшее время у нас на канале выйдет обзор новых моделей перчаток Mechanics. Искренне рекомендую к просмотру. Почему? Ну, потому что Mechanics это вообще самый прикольный перчаток. За свои деньги вообще там даже нечего сравнивать с кем-то. За стоимость перчаток Mechanics у них, в принципе, нет никаких конкурентов. Так, ладно, давайте. Веревочка, чтобы долго, как говорится, здесь не ходить на танцующем пне. И вот у меня вопрос, а что это вообще происходит? Повторюсь, сталь здесь, как я сказал на обзоре, достаточно бюджетная. На кухне были плюсы, были минусы. Но чтобы так бодро резать веревку, это что-то с чем-то. А, у нас же нам придется сейчас этим коротышом разбатонивать полежка, потому что не осталось каких-то у меня тестовых, именно березовых заготовок. С этим поленом произошло несчастье. Получилось так, что он попал в мокрую среду. Здесь даже кое-где плесень образовалась. Посмотрим, насколько это помешает или нет. С учетом того, помните, да, про читинг? С учетом вот этого вот размера клинка, вы видите, что клиночек сам по себе маленький, мы здесь будем использовать по возможности какую-то систему клиношков, если у нас это получится. Самый-самый кончик, видите, я в самый-самый кончик клинка наносил удары. Слушайте, вопрос возникает, а что так можно было? Какой-то не просто бодрый, мега-бодрый нож. Просто мега-бодрый. Так, делаем клинышек и пробуем дальше нашу березоньку просто на какие-то заготовки расфигачить. В данном случае, видите, максимально близко к рукояти, но уже не хватает длины клинка. Поэтому мы сейчас все это дело с помощью клина разобьем. Но, не вышло. Так, окей. Что же делать? Делаем второй. Или попробуем сейчас немножко по-другому сделать. Для меня сейчас совершенно непринципиально уже делать какой-то заготовку, ложки или лопаткой этим ножом. Потому что я вижу, на самом деле, что он строгает просто офигенно. Отменно. И самое главное, просто сделать именно заготовки для фолдеров. Чтобы было на чем фолдеры тестировать. Так, получилось. Дальше. Спокуха. Спокуха. Не суетимся. Сейчас все получится. Ну, нож, когда падает в процессе работы, это не считается, что я уронил его, правильно? Я так надеюсь, по крайней мере. Ну, вот, борюсь с суевериями, но когда нож или вилка падает, весь там, и по дереву постучу, я плююсь весь. Так. Давай, дружище. Обычно на таком подъеме ломаются ножи и режутся руки. Как правило. Так. Давай добивай, что делать? Надо что-то дальше делать с тобой. Я понимаю, что ребята из Мигель-Ниета, скорее всего, не поймут, что я здесь делал. И зачем я это делал таким маленьким ножом. Но, как есть, так есть. Так. Окей. На самом деле, несмотря на то, что полежка у меня отсырела, довольно-таки хорошие, красивые заготовочки получаются. Так. Так. А-а-а-а. Окей. Будем, будем считать, что мы что-то здесь назаготавливали. Чувствуется именно по строганию, что нож прям в строгательстве. Сколько я движений сделал. Буквально на «ты» с деревяшкой. Так. Что-то аккуратненько попробуем изобразить. Ну, хоть бы вот. Хоть бы на этой. Почему нет? Ё-моё. Сказать, что я удивлен, ребята, это буквально ничего не сказать. Потому что обычно какие-то вот такие перышки делаешь на тоненьких-тоненьких каких-то участках. Здесь прям реально как рубанок работает. Просто шикарно. Вот они. Сейчас я сделаю вид, что я такой, типа, я так и думал, что так будет. Что это какой-то некий эффект низких спусков, которые работают как скандия. Здесь на самом деле нет никакого эффекта. Здесь просто, блин, нож капец как деревяшку. Просто вот он реально как по маслу идёт. Просто как по маслу идёт. Охренеть можно. Так, окей, хорошо. Предположим, что я ошибаюсь. Предположим, что всё это было только потому, что берёзонька у меня влажная. Так. Дуб. Дуб из Назарета. Вот поэтому капец, что мы месту срезаем. Значит, здесь нагрузка на кромку будет. Мама, не горюй, какая. И посмотрите, какая стружка. Здесь прям реально стружка, стружка. Охренеть. Вот это я честно скажу, я очень сильно удивлён. Почему? Потому что я такой прийти не ожидал. Я думал, ну, по сути, такая полусувенирка. Рассчитанная на маглов. С довольно такой, ну, прям, скажем, непрестижной какой-то, не шикарной сталью. А здесь прям, что происходит? Посмотрите. А, вот, не могли посмотреть. Вот у нас оливка. Что происходит? Пипец. Киною немцы. Так. Давайте, как говорится, доведём ситуацию до абсурда. Так, видно? Видно? Ещё я гораздо широкий кончик, поэтому здесь очень сильно идёт нагрузка именно на кромку. Не на сам кончик, а на кромку в районе кончика. Всё, всё, всё. Настрогал, настрогал. Вот. Вот, засчитываем ему отверстие. И... Такое ощущение, что именно самую малость какую-то, как будто бы немножко... Вот, понимаете, здесь такая фишка в том, что я же вижу, что кончик не ушёл никуда. Ему некуда было уходить. Но такое ощущение, что он был, как будто бы острее. Не знаю, ребят. А кромка в районе кончика... Оп! Видите, засвет поймали. Так. Да-да-да. Так. Скорее всего, вот как раз что-то у нас на деревяшке получилось. А вот здесь поймали мы с вами... Сейчас посмотрим, может... Потом придёшь домой, блин, помоешь, окажется, что эта грязька просто присохла. Но мне кажется, что нифига не грязька, что это именно на кромке какой-то засвет. Так. Давайте попробуем. Шинкануть бумажку. И... Скажу честно. Сейчас от бумажки будет зависеть, будет ли это золотой фонд. Потому что то, что нож произвёл впечатление на улице... Блин, произвёл впечатление, это слабо сказано. Ну, это действительно невероятно круто было. Так. На длину клинка у нас абсолютно рез прикольный, чистый. Сам по себе клинок короткий. Ну, ради чистоты эксперимента. Резанём ещё одну. Блокноты у меня спонсорские. Поэтому бумаги мы не жалеем. Так. О, идеально. Просто идеально. Просто идеально. Золотой фонд. Безусловно. Единственное замечание у меня к этому ножу. Вот единственное, единственное. То, что вот это место, вот здесь вот, где, видите, упор подпальцевый, да? Здесь действительно имеет смысл чуть-чуть самому даже поколдовать, может быть, наждачечкой. Немножко сгладить. Потому что оно реально физически очень острое. Во всём остальном нож получился просто вот лайкос. Пять баллов сто процентов. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok